Доброго вечера всем, кто отсматривает наши эфиры в сетке вещания РГВК. И доброго времени суток тем, кто смотрит нас в повторе или в интернет-версии. В эфире проект АУТОДФ и веду его я, Заур Газив. Прежде чем начать сегодняшний эфир, хочу поблагодарить за информационную поддержку Центра личностного роста и саморазвития «Я есть». Хочу поблагодарить телеканал РГВК, ну и, конечно же, моя благодарность еженедельнику «Свободная республика» за помещение, которое они нам предоставляют. О том, кто у меня в гостях, вы узнаете через небольшую паузу. Она пройдет лист. Итак, дамы и господа, самое время представить моего сегодняшнего собеседника. Это Юрий Валерьевич Крыницын, тренер личностного роста из Центра саморазвития «Я есть». Добрый вечер. Добрый вечер. Как называется курс, который вы ведете? Вообще, я позиционирую себя обычно как автор совершенной системы самопонимания. И сейчас я активно продвигаю курс в интернете, который называется «Желаю счастья». Это курс, который поможет человеку всегда, при любых обстоятельствах, сохранять прекрасное расположение Духа. Неужели этому может кто-то помочь со стороны? Неужели этому можно научиться? Мне всегда казалось, что счастье живет внутри человека. И что, в принципе, иногда оно просыпается, иногда оно засыпает, но это вот то, что мы несем внутри, разве нет? Или мы называем словом «счастье» разные вещи? Вероятно, что да. А что называете счастьем вы? Во-первых, счастье для меня – это в первую очередь понятие. Как ни странно. Ну, счастье – это. Да, счастье – это. И после этого… Нет, подождите, что такое счастье? Обычно для того, чтобы вести человека вообще вот в эту идею… Юр, я задал вопрос. Вы можете дать определение счастью? Счастье – это совокупность частей. Частей чего? Вот, очень сильный вопрос. Частей чего? И вообще, почему я назвал счастье совокупностью частей? Вот вы как думаете? Вопросы тут задаю я. Рассказывайте. Ну, вот вспомните уроки русского языка, которые у нас были в школе. Там же мы учились разбирать слова. Вот корень слова, окончание слова, приставка. Вот если бы я вас попросил разобрать слово «счастье» по составным частям, вы бы как его разобрали? Ну, я уже как бы начал говорить, счастье – это состояние. Вот мое понимание счастья – это ваше состояние, состояние радости, состояние предчувствия чего-то хорошего, чего-то светлого, чего-то позитивного. Счастье – это уверенность в себе, это уверенность в завтрашнем дне, это хорошие воспоминания о прошлом. Счастье – это состояние, на мой взгляд. И главным мотиватором этого состояния являюсь я сам. Ну, это такое общее представление. Вот таких определений можно дать бесконечное количество. Вы согласны? Ну, попробуйте меня опровергнуть. Невозможно опровергнуть. Ну, тогда давайте свои определения. Каждый человек имеет право неотъемлемое давать свои собственные определения. И с этим невозможно спорить. Определение счастью. Хорошо. Какое еще определение счастья вы можете дать? Я даю определение, точнее сказать, пытаюсь дать определение счастью, исходя из слова «счастье». Я вот так вот и наивно полагаю, что наши предки, они не просто так давали каким-то понятиям название, и что за этими словами скрывается какой-то глубокий смысл. Вы можете раскрыть этимологию слова «счастье» вперед? Ну, мы привыкли, что в школе обычно это слово просто разбирают вот так вот. Коренное слово, основа «счастье» и «е» на окончании. Вот так вот. Это типа одно слово, целое. Но если мы внимательно посмотрим, вот даже вы на ухо вслушаетесь, слово «счастье», «счастье», оно такое труднопроизносимое. «Счастье», «счастье». Зачем? Вот мы люди довольно-таки ленивые. Нам лень произносить вот эти вот сложные слова. Мы специально их намеренно утрируем, вот такое «счастье» говорим, да? Ну, вы не слышали, видимо, аварскую речь. Почему важна аварка? Ну, да, но тогда вы знаете, что это не так, как вы говорите. Есть люди, которые не ленятся произносить какие-то слова. Вот я от себя тоже отношу к этой группе людей. И все-таки давайте вернемся к счастью. Да. Оно сложноватое, оно даже в какой-то смысле аварское такое получается. Там «счастье» такое вот, такое слово. Вот. В нем чувствуется внутри наличие какого-то еще одного слова. Вот вы человек интеллектуальный, вы, наверное, сможете обнаружить его. Внутри слова «счастье» еще одно слово. Ну, нет, я ничего не обнаруживаю. Вот, я все-таки, давайте мы вот все-таки к вашим ощущениям вернемся. Что, каким, какое слово обнаруживаю? Что-то мне подсказывает, что там внутри есть корень «часть». Часть чего? Это уже второй вопрос. Ну, само вот это вот предположение, что внутри слова «счастье» находится слово «часть». Вы принимаете? Ну, конечно, я же не глухой. Я слышу это. Есть же оно там, да? Чувствуется. Да, да. В слове «счастье» есть почему-то слово «часть». Так, ну, давайте уж. Мы можем еще часа три вокруг этого ходить, но, может, вы все-таки раскроете? Хорошо. Если в слове «счастье» есть слово «часть», и это корень, то приставка там будет буква «с», вот этот вот предлог «с». Обычно этим предлогом мы обозначаем какое-то вот сближение, соединение, так ведь? Когда мы присоединяем эту приставку к корню, мы подразумеваем некое соединение. Если здесь у нас корень, часть, то приставка «с» вносит смысл соединения частей. Окончание «е» – это вот, как вы сказали, состояние. Ну, в общем, это совокупность чего-то. Понятно. Это совокупность каких-то частей. Так, и? Вот, берем вот это вот предположение, как основу дальнейших наших умозаключений, что счастье – это некоторое состояние соединения частей. И вот здесь вот самое время ответить как раз на ваш вопрос. А, собственно говоря, соединение частей чего? Правильно же? Так, и какую версию выдвигаете вы в данном случае? Если есть части, то, вероятно, предположить, что есть некое целое, которое способно делиться на части, которое способно объединяться. Что это такое? Я так предполагаю, что это то, что мы обычно называем личностью. То, что мы называем личностью. Но здесь я к слову личность тоже подхожу с такой же вот скрупулезностью. Тоже стараюсь его вскрыть, смысл этого слова. Вот слово личность. А от какого корня оно происходит? Личность. Тоже часть. Опять вы тут даже… Вы слышали слово личина? Лицо. Личина, лицо, облик, обличие, личность. Личность, если это понятие происходит от слова «лик», то это нечто, вот что-то вроде маски. То, что мы надеваем сами на себя. Вот вы, когда приходите на работу, вы же не тот, кто выходил из дома. Да, я в курсе про ролевые модели, я все знаю. Да, ну мне 50 лет, и я прекрасно понимаю, что в разных обстоятельствах мы ведем себя по-разному, и это нормально. Да. Вот. У вас уже есть некоторое представление о себе, как о совокупности большого количества ролей. Я правильно понимаю? Про маски я тоже все понял, я с вами совершенно согласен, да. Вот. Где в этой всей картине счастье находится? Я так размышлял на тему, вообще, это же мы отвечаем на вопрос, а собственно говоря, о каких частях идет речь. И вот эти вот роли я рассматриваю как раз-таки как части нашего «я». что «я» имеет способность казаться разделенным на части. Как бы разделенным. Да, 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 я вас слушаю. Я пытаюсь, да, я пытаюсь это свести пока. Вот давайте представим какую-то простую ситуацию. Допустим, возьмем, например, молодую девушку. Ей 15-16 лет, она жила в такой вот состоянии гармонии, радости, и вдруг в какой-то момент она почему-то становится несчастлива. Почему-то? Почему-то. Странно. Она начинает смотреть по сторонам и обнаруживает к своему великому удивлению, что оказывается она несовершенна, что она не полна, что она несчастлива. Ей кое-чего не хватает. А именно, у большинства ее подруг уже есть женихи. Кто-то кому-то сватается, кто-то с кем-то уже гуляет, кто-то уже хвастается кольцом, кто-то уже замужем, кто-то уже даже нянчает детей. Вот. А она, в общем-то, получается, остается в каком-то, как сказать, вот в состоянии несчастья, и чего-то не хватает вот этой части. Даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца. Да, не хватает вот этого принца на белом коне, вот, или на Мерседесе. Вот. И... Подождите, это в 15 лет? Ну, я думаю, это у кого когда. Мы сейчас говорим о 15-летних? Ну, мы же в Дагестане, у нас вообще ранние браки, это давняя традиция. Ира, мне кажется, что вы переволновались перед камерами. Все может быть. У нас какая-то логическая цепочка сбитая, ну, совершенно. Во-первых, в 15 лет у человека могут быть какие угодно страхи, сомнения, комплексы. Это же время такое, когда гормоны бьют просто по голове, и тут ты каешься себе иногда очень красивым, а иногда каешься себе уродом. И это нельзя назвать нормальным состоянием человека. Это подростковые страхи, подростковые комплексы. Люди потом из них умирают, но ваш центр, он же, наверное, не для 15-летних, он же, наверное, для людей постарше. В 15 лет, почему привел такой пример? Потому что в 15 лет вот человек, что парень, что девушка, без разницы, впервые встречает эту проблему вот со всей остротой. Со всей остротой. До этого момента он ребенок, он легко это все перемалывает, легко это переживает. Он может 5 минут назад смеяться, через 5 минут плакать. И для него это нормально, вот эта вот высокая амплитуда эмоций. А для человека вот в подростковом возрасте, это уже вы прекрасно знаете, это может хачаться и с суицидом, и различными преступлениями, и всем, чем угодно. Ну, подростковый возраст, дай бог, переживают больше. Да, поговорим о взрослых людях. Да. А меняется ли что-нибудь с возрастом? Безусловно, меняется. У вас другой уровень критического мышления. У вас совершенно другой жизненный опыт. У вас есть элементарное понимание того, что в жизни случаются вещи, с которыми вы ничего не поделаете. И эти вещи надо принимать такими, какие они есть. И не пытаться их изменить даже. А у тебя есть вещи, которые надо пытаться изменять. И у нас уже достаточно опыта для того, чтобы отделить одно от другого. И я все-таки думал о том, что если люди приходят за помощью в центры подобные, в котором вы работаете, все-таки это взрослые люди, уже понявшие, что у них где-то есть какие-то дыры в сознании. Ну, это довольно взрослые люди. Да, это люди, может быть, уже ближе к 40 годам, которые понимают, что есть какие-то пробелы, есть какие-то пустоты в их личностном развитии. Их надо заполнять для того, чтобы двигаться вперед. Для того, чтобы не состариться к 40 годам. Да, и не жить в состоянии тихого отчаяния, в котором пребывает большая часть взрослого населения. Нелюбимая работа, нелюбимые жены, нелюбимые мужья, раздражающие дети и жизнь, которую он себе не выбирал. Мне кажется, я тут вам немного мешаю. Мне вы помогаете. Да, и все-таки, есть ли тренинги, которые подходят абсолютно всем? Система самопонимания лежит в основе вообще всех явлений в жизни. Вот такой вот тезис я сейчас выскажу. Мы кем-то себя считаем. Как-то мы себя самоопределяем. И вот в зависимости от того, что человек сам о себе думает, кем он себя считает, так он, собственно говоря, и действует, так он реагирует на все ситуации, которые происходят с ним в жизни. И, собственно говоря, на основании вот этих всех действий и реакций и складывается вот то самое счастье, с которым мы начинали наш разговор. Если человек относится к себе как монолиту, вот я личность, вот я Креницын Юрий Валерьевич, да, я вот такой вот, то он становится очень сильно уязвим в отношении внешних влияний и авторитетов. Если вдруг что-то вот покачнет мои представления о мире, то разрушусь я весь целиком. И многие люди переживают эту ситуацию, вот, допустим, кого-то уволили с работы или поменялся там, не знаю, строй в стране, кто-то потерял бизнес, у кого-то семья развалилась. Вот любое событие в жизни может стать, ну, скажем так, вот роковым. Это может послужить причиной разрушения личности, если человек, вот он как глиняный сосуд считает себя цельным. А если он считает себя не тем вот этим вот сосудом, а тем, кто наполняет этот сосуд. Если он считает, что я тот, кто способен надевать на себя вот эти вот маски, вот эти вот личины. Понимаете, о чем я говорю? Нет, не очень. Не очень понимаю. Понимаете, ты можешь надевать на себя какие угодно маски, примерять какие угодно ролевые модели, но, помните, как, по-моему, КВНщики, но мы остаемся мыми. Но мы все равно остаемся самими собой. И, ну, это просто косметика, это просто маска, это просто роль. А внутри ты все равно тот, кто ты есть. И когда приходит время, то есть ты приходишь домой, снимаешь галстук или снимаешь, я не знаю, джинсы, футболку, да, ты остаешься просто вот наедине с самим собой. И вот тогда начинаются проблемы. Пока ты в ролях, ты эти проблемы не чувствуешь. Ты чувствуешь только тогда, когда ты остаешься один. И еще проблемы начинаются тогда, когда ты начинаешь думать о том, что ты себя мог, что ты себя на самом деле представляешь, и какое место в обществе ты мог бы занимать. И почему ты не занял то место, которое ты, в общем-то, оно, может быть, тебе и предназначало, с чего тебе в жизни не хватило, каких знаний, каких навыков, каких умений для того, чтобы быть более успешным, чем ты являешься сейчас. Вот если бы я, например, шел на тренинги личностного роста, я шел бы, наверное, за ответами на эти вопросы. Хотя вы утверждаете, что счастье люди понимают по-разному. Наверное, вы по-своему правы, потому что счастье – это состояние, которое для разных людей, наверное, складывается из разных вещей. Кому-то нужно много денег, кому-то нужно много красивых женщин или красивых мужчин, кому-то нужна работа, в которую он может нырнуть с головой. Да, это по-разному люди понимают счастье. Вот сейчас я попытаюсь как бы внести конкретику и своего рода вывести нашу вот эту всю длинную беседу в какую-то прикладную сферу. У каждой роли свое счастье. Для пожарника – счастье потушить пожар. Для милиционера – счастье поймать преступника. Для карьериста – это занять высокий пост. Для семейного человека – это воспитать прекрасных детей. И все это живет в одном человеке. И все это живет в одном человеке, который сам по себе, вот этот вот тот, кто находится в центре. Кто он такой? Это вообще огромная загадка. Для кого? Человек прекрасно знает, кто он, Юрий Валерьевич. Человек прекрасно знает вот эти свои оболочки, вы понимаете? Мы прекрасно знаем свои оболочки. Мы когда смотрим в зеркало, мы видим вот эти вот… Мы видим личность. Но мы настолько к ней привыкли. Ну, это большое счастье – не увидеть себя самого и видеть только ту маску, которую ты хочешь видеть. Это большое счастье. Мне кажется, это какая-то такая духовная близорукость, чтобы не видеть себя или не хотеть увидеть себя таким, какой ты есть. Все все прекрасно понимают. Просто они не хотят в этом признаваться. Я понимаю, что что-то прошло не так. Этот страх, он как раз-таки основан на слишком вот чрезмерном отождествлении со своей личностью. Мы всерьез относимся к вот этой личности. Мы считаем, я вот таков, и я не могу уронить себя, вот упасть лицом в грязь. Потому что это вот, это же я. Я же вот таков. Я серьезный человек. И мы настолько вот свыкаемся к этому, это вот как человек, который постоянно ведет какую-то общественную деятельность, он настолько срастается со своей ролью, вот как костюм, который он никогда не снимает. Он в нем и ест, и спит, там, не знаю, на рыбалку ходит. Вот чем угодно он занимается, но всегда внутри вот этого костюма. Точно так же мы очень сильно привыкаем к своей личности и начинаем ей дорожить. Я вам вот что скажу. Когда ребенок начинает осознавать какое-то свое место в семье или просто в какой-то реальности, в которой он пребывает, ему всегда очень хочется прийти к маме и папе и показать им свое лучшее достижение. Папа, мама, посмотрите, как я красиво нарисовал. Ему важна обратная реакция, чтобы его поддержали, чтобы ему помогли. И вот это детское чувство, которое живет в каждом человеке, вот я хочу, чтобы все увидели, какой я замечательный. Это делает меня счастливее, это делает мою жизнь полноценнее. Но чувство это то же самое, детское. Мы цепляемся за ту маску, в которой, или ту ролевую модель, которая дает нам... За ту игру. Да, за ту игру, которая дает нам возможность быть тем, кем бы мы хотели себя увидеть. Вот. При всем том, что мы прекрасно должны... Вот взрослый человек должен уже понимать, что успех в работе или в бизнесе невозможно перенести на успех в семейной жизни. Или если... Да, это очень редко запараллеливающиеся успехи. Ты либо успеваешь на работе, либо в личной жизни, либо, ну, я не знаю, либо ты с друзьями. Потому что человек не может разорваться на все три части. Особенно мужчина, на котором лежат какие-то обязательства. Я же сейчас не буду рассказывать. От нас требуют этого, правильно же? Ну, опять же, тут... Вот помните вот эту историю с лжецом и человеком, которого он обманывает? Это игра двух. Они оба принимают эту игру. Один согласен быть обманутым, обманутым другой соглашается лгать. Вот то же самое, мы соглашаемся принимать какую-то ролевую модель, и потому что нам так удобно. И мы зачастую не задумываемся, насколько это, в общем-то... Иногда это даже очень мешает в жизни. Здесь ключевая вот эта вот фраза «не задумываемся». Многие вещи мы делаем просто не задумываясь. Автоматически. Как вот, например, массовые поездки на соболезнования. Вот, ну, я не знаю, есть, наверное, люди, смерть которых, ну, огромное количество людей оставляют с какими-то психологическими травмами, да? А есть люди, которых знать не знали, но все равно толпа едет к ним на соболезнования. Потому что так положено, да? Таких примеров масса, особенно у нас. Да, 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 и свадьба, да, где ты, в принципе, не знаешь жениха, не везти, абсолютно по барабану, да? Ты просто приходишь отдавать деньги, да? Потому что так положено. Причем, есть много вещей, которые... Роль. Отыгрываем роль. Отыгрываем роль. Но и в каких-то случаях эти роли делают людей счастливее. Конечно. Ну, во всяком случае, создают иллюзию счастья. Поэтому, я даже не знаю, о чем мы сейчас с вами говорим. О счастье. Мы говорим о счастье. О счастье. Ну, а... Я выдвигаю вот такое предположение, что счастье – это чисто внутриигровое явление. Чтобы почувствовать себя счастливым, нужно обязательно войти в роль, обязательно вступить в игру, обязательно поставить перед собой цель. И только вот при таком раскладе человек способен выделять эмоции, способен ощущать вот эту игру, вот эту напряженность. Приближается он к цели, он наполняется радостью, да? Отгораживается он от цели. Какие-то преграды возникают на пути к желаемому. И он чувствует тоску или злость в зависимости от его характера. Все рождается из вот этой ролевой системы. И ролей у нас много. У нас в голове у многих людей просто каша. Вот вы сказали, что очень сложно быть одновременно успешным и на работе в профессиональной сфере, и в то же самое время быть в семье таким же успешным. И я с вами абсолютно соглашусь, на практике для большинства людей это большая проблема. Это невозможно. Ну, почему же? Ну, потому что, ну, давайте начнем с того, что есть три кита, на которых зиждется самооценка мужчины, да? Это семья, работа и друзья. Вот три вещи. Ты либо отдаешься семье, потому что, ну, чаще всего семья – это ведь не только любовь, секс и какое-то веселое времяпрепровождение. Это обязанность. Это подчас очень тяжелая гражданская обязанность. Как я жене говорю, семья – это ООО. Ну, можно и так назвать, да, но, извините, вырастить людей, сколько их там, двое, трое, да, одного ребенка вырастить – это работа. И даже если вы прекрасно понимаете того человека, с кем вы живете, даже если вы его любите, даже если вы живете душа, в душе вас нет никаких проблем психологического плана, да, и вы совпадаете и в ценностном отношении, и в духовном. Даже в этом случае – это тяжелая работа, которая никакие отношения не делает лучше. Да, вы можете разделить поровну, и вы будете оба вместе честно тащить, но это не значит, что это улучшит ваши отношения. Поэтому очень многие люди пытаются как-то себе компенсировать вот эту тяжесть внутри семьи, да, через работу. А очень часто люди и этого не могут себе позволить, они работают там, где у них получилось устроиться. И они ходят туда за зарплатой. И вообще, получается, человек остается без источника радости в жизни. В семье нет, на работе нет. Да, никаких, да, никаких. Ну, и работа тоже может вампирить так, что, в принципе, мама не горюй, а от тебя ничего живого не остается. А потом ты видишь, что твои дети выросли без тебя, а твоя работа в один день тебя кидает. Вот, да, и этой работе наплевать на тебя, потому что там сменился начальник, или вдруг твой начальник сменил милость на гнев и так далее, и ты остаешься в полной пустоте. И тогда он бежит к вам с вопросом, что сделать, чтобы я был счастлив, чтобы вы его собрали по частям. А как собрать по частям, если там и частей-то, собственно говоря, счастливых нет, если там, в принципе, все уже настолько убито. Да, семейная жизнь не помогает улучшению дружбы с твоими друзьями, да, семейная жизнь чаще всего разносит людей, да, какие-то с возрастом люди просто куда-то исчезают. У нас вот, Заур, ну, сейчас как бы эта ситуация улучшается, но в целом вот есть такое представление о том, что вот психологи и психологи – это вообще какая-то непонятная профессия. Вот, не знаю, там, укладчик ламината, понятно, чем занимается. Он берет доски и вот собирает их в единое полотно, да, предположим, все понятно, что он делает. Там каменчик, кирпичи, кладку кладет, все понятно. Чем занимается психолог? А чем занимается музыка? Разные звуки собирает? Нет, нет, для чего нужна музыка? Я понимаю, что для некоторых людей музыка – это харам. Я тут даже не, сейчас даже обсуждать не буду, да, но есть нормальные люди, для которых музыка – это отдых души, это вдохновение, это какое-то наслаждение, это удовольствие. Как вкусная еда, как красивые вещи, вот, как общение с хорошим человеком, с интересным человеком. Без этого мы не можем жить, без этого мы не двигаемся вперед, без этого невозможно развиваться и создавать что-то полезное и красивое и приятное. Это сродни музыке, сродни искусству. Да, 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 поэтому, конечно, если, вот, вы не можете, вы не можете объяснить человеку, который не видит, что такое свет. Слепому человеку это не объяснишь. Не объяснишь глухому человеку, что такое музыка. Человеку, у которого нет сердца, вы не объясните, что такое счастье, что такое любовь, что такое сострадание и так далее. Все-таки для того, чтобы что-то человеку объяснить, он должен быть готов. Он должен быть готов к тому, чтобы это знание к нему пришло, чтобы он это ощутил. Я вас на чем-то прервал. Я просто хотел сказать, что когда человек чем-то занимается, когда он уделяет внимание какому-то вопросу, в частности, построению личности, то у него со временем накапливаются знания и навыки в этой сфере. Вот вы журналист. Если сюда войдет человек с улицы, да, и мы ему предложим вот занять ваше место, я думаю, что ему будет сложновато выполнить эту функцию. Ну, вы знаете, очень многие люди с этим бы не согласились, но я найду все силы это пережить. Я что хочу сказать. Благодаря тому, что мы целенаправленно занимаемся какой-то деятельностью, мы можем достигать прогресса в этом направлении. Сколько тысяч часов человек должен делать работу, чтобы овладеть ею в совершенстве? И этому нужно учиться всю жизнь, если речь идет о создании своей личности. Ну, минималка – это 10 тысяч часов. 10 тысяч часов, и ты профессионал того дела, которым ты занимаешься. Не занимаясь этим, не пройдя порог в 10 тысяч часов, ты не двигаешься вперед. Итак, дамы и господа, это была первая часть диалога с нашим гостем Юрием Валерьевичем Креницыным, тренером личностного роста. Продолжение на следующей неделе. Всего доброго, самых терпеливых. Сейчас ждет притча. Авраам Линкольн выступал с инаугурационной речью. И тут один богатый аристократ встал и сказал, «Мистер Линкольн, вы не должны забывать, что ваш отец сделал обувь для всей моей семьи». В Сенате раздались смешки. Злобные богачи радовались тому, что Авраама Линкольна им удалось выставить в плохом свете. Но президент спокойно посмотрел на мужчину и сказал, «Сэр, я знаю, что мой отец сделал обувь для всей вашей семьи. И таких, как вы, в этом зале много. А все это потому, что делать обувь так, как он, не мог никто. Он был Созидателем. Сделанные им ботинки были не просто обувью. Он вкладывал в них свою душу. Я лишь хочу спросить, есть ли у вас какие-нибудь жалобы к этой обуви? Потому что я тоже могу делать обувь. Если вам что-то не нравится, я сделаю для вас новую пару. Хоть я и прекрасно знаю, что еще никто не жаловался на обувь моего отца. Он был гением в своем деле, великим Созидателем, и я горжусь своим отцом. Весь Сенат оторопел. Они не понимали, что этот сын Сапожника был не таким, как они, и жизненные ценности у него были другими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok